Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру по названию Forbidden Siren 2. Итак, мы продолжаем играть в игру. Так, навигатор ссылок. А, блин, надо было архив, ну ладно. Уже поздно, да? Ещё не поздно. Архив. Нам что-то там дали в архив. Ого, сколько всего. Так, это у нас вертолёт, передатчик. Бортовой передатчик RCJARDS S-40. Беспроводной передатчик, установленный в самолёте самообороны. Используется для связи земля-небо между самолётом и базой, а также как небо-небо между самолётами. Это туман. Тучи. Мне это не нравится. На другом конце никто не отвечает. Мы сбились с курса. Земли не видно. Проверка координат. Где мы? Идей нет. У нас ситуация, сэр. Как бы вы поступили? У нас авария. Придётся высаживаться на берег, где получится. Связь пропала. Вообще ничего. Я! Земля! Впереди земля! Спускаемся! Приготовиться к высадке! Стой! Ты не можешь! Нет! Так, это похоже то, что случилось с этими военными, которые нам показали в ролике. Один раненый, двое живых и поточили его куда-то. Ну, на эвакуацию, наверное. Так. Это журнал, кстати, мы подбирали его. Я так и не посмотрел. Ну ладно, там и так много времени было потрачено. Так. Заполнен новостями, которые вам не... Так, не надо знать. Журнал, который сушит ваш мозг. Так. Кастори Инквер. Номер 139. Опубликован 29 июля 2005 года. Специальный выпуск. Проклятие острова Ямиама. Снятие... Снятие покрова с тайн окружающий остров. Ямиама. Сранная пропажа жителей острова. Повреждение подводных каб... Так, повреждённый подводный кабель. Последние путешествия Брайт Уин. Фотографии... Так... Ямиама. Так... Ями и им... Блин. Ями има. Особый взгляд на запрещённый остров. Известный как остров ненависти и остров мёртвых. Представлен при соседстве... При соседстве... При соседстве... При соседстве... При соседстве... При соседстве... Обществом городского фольклора и сайта его. Так... Ещё что... А! Лапша. Блин, лапшу в архив добавили. Такое ощущение, как будто ему вообще уже нечего было добавлять в архив, поэтому они лапшу добавили. Почему бы и нет. Лапша быстрого приготовления, выпускаемая в регионе Шикая, компани... Так... Компанией... Зелёная черепаха. Продукт... Продукт... Так... Продукт желейная черепаха. Лапша. Обильно покрыт черепашьим желе, которое называется чудесным ингредиентом. Увеличивающий красоту. Его реклама звучала так. Сбросьте 10... Так... Сбросьте 10 лет с помощью одной ложки. Продукт начали... Продукт начали бы выпускать в национальном масштабе, если бы не произошёл ряд странных инцидентов, когда те, кто много его ел, пропадали, бормоча что-то вроде «Я хочу обратно в море». Эти инциденты привели к тому, что продукт почти запретили, а большие потери и испорченный имидж заставили производителей изменить мнение об идее производства в национальных масштабах. Всё же по сей день есть люди, ценящие этот деликатес. А однажды нехватка этого продукта привела к ажиотажу на рынке среди желающих быть красивыми домохозяек. Так... Желающим быть красивыми домохозяек. Телевидение упоминает Наока Мегами. Пропавший ТВ-репортер в роли поп-айдола продолжает наслаждаться концертами в некоторых районах. Наока Мегами. Наока Мегами. Это случайно не та самая репортерша, которая превратилась в Шибита в первой части и искала вечный источник молодости? Слушайте, реально! Вечный источник молодости она искала? Какую-то книгу. А эта лапша, типа, тоже дает молодость. Может, это реально про ту самую Науку Мегами в первой части? Ну, по идее, если раз это Forbidden Science, она как-то должна быть связана с первой частью. Можно расслабиться. Побалуй себя. Бесконечный коллаген. Лапша с черепахой от Green Turtle Foods. Забавная реклама. Не, ну, в первой части тоже была, как бы, лапша, добавленная в архив, но там был рецепт лапши именно добавлен. А не лапша. Так, ладно, давайте посмотрим, кто у нас. Так, Йорита Нагай. Почему у него взрослая фотография? А, подождите, это не он. Это какой-то новый персонаж. Стоп, а где мы играли? А, это Шумикама. Ну да, сорно, а почему вот у него взрослая фотография, а мы играли за какого-то ребенка? Так, играть на этом этапе. Ну да, у нас других этапов не открыто. Йорита Нагай. Парк развлечений Емиджима. Убежище. Час пятьдесят девять. Ночи. Это те самые военные. У которых самолет упал. Мы, кстати, прослушали их. Аудиозапись. С вертолета. Он умер. Вставай. Я понимаю, что ты чувствуешь, но это не ТВ-драма. Нужно идти, иначе нам конец. Пойдем. Сержант Акито! Так, Шибита пришел. Миссия 1. Добраться до дороги в лесу Уруга. Совет 1. На этом этапе изучить основы боя и как атаковать с оружием. Совет 2. Выполни команду, так, киями, и выполни миссию. Я буду играть за этого. Что за... За кого я буду играть? За этого мужика. Открыть огонь, солдат. Да, вот за него я буду играть. Что? Стреляй. Зачем? Стреляй. Ну что бы я за этого мужика поиграл? Я тебе приказал. Это не учение. Он такой суровый. Настоящий военный. Это, блин, нытик какой-то, и я не хочу за него играть. Сейчас я его превращу в нормального. Военного. Так, атака с пистолетом в основном такая же, как и удары оружия. Чем дольше вы целитесь, тем выше точность. Точность понижается, когда фонарик выхудшит. Я все знаю. Когда у вас закончается патрона, выберите перезарядку. Списки меня. Уничтожьте хироши Акита. Так, держа, ну это я знаю. Почему? Почему меня этому не научили в первой части? Поднят пистолет Хороший Акита. Смена оружия. Смена оружия. Так, автомат. Получена винтовка 89. Вы переключаете оружие, когда поднимаете новое. Вы можете одновременно держать два оружия. Для смены оружия выберите сменить оружие из списка меню. Но это я все знаю уже теперь. Двигайтесь по командам. Так. Патронов сколько у меня? 17 патронов на пистолет. И 150 патронов на автомат. Ничего себе. Это прям уже шутер какой-то. Так. Я посмотрю, что у нас тут есть. Там по-любому может быть какой-нибудь архив. Лежит, который нам... Вот, то есть предмет, который нам в архив добавили. Нет, нет таких. Смена оружия. Он кому-то звонил. Пытался, наверное, связаться с базой. Так, что у нас там с картой? В первой части, блин, у меня всегда были проблемы с нехваткой патронов. Здесь на тебе, 150 патронов дают. Еще и пистолет. С 15 патронов. А, ну 17 патронов. И плюс еще в стволе сколько-то там. Раз это 9 мм, наверное, там 9 патронов. А я... А нет, я же не знаю, кого именно пострадать 9 мм будет. Там... И больше может быть. Если у него блок. Так, ну-ка, это же что-нибудь. Не, наверное, 9 патронов не устал. Сейчас посмотрим, значит. Еще это я гадаю. А, реально 9. Кстати, а мы можем посмотреть, что это заруживало? Фонарик в форме. Фонарик в форме Г. Силы самообороны выдают белый светодиодный фонарик. Его можно включать и выключать. Нажмите... Это я все знаю. Патроны 9-метровые патроны. Эмунация. Можно использовать с револьвером 2Б, ружьем 9 мм или 9-мм пистолет-пулемет. 5,56 мм. Боеприпасы. Можно использовать с винтовки 89. Винтовка 89. Калибр 5,56. Так. 30 патронов приемных винтовки типа 64. Могут использовать снайпера. 9-ми... 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 Носит офицеры, стрелки и команда танков. И команда танков. Не командир танков, а команда. 10-ми... 9-ми... 10-ми... 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 О, он может залез. Зачем я сюда залез, не знаю. Но тут ничего интересного не есть. Кстати, веду себя под стать... Ха, персонаж. Эй, попробуй убить его. Кого его-то я не вижу в каком-то. Так. Получена винтовка 64. Патроны у меня суммируются. Так, у этого 20 патронов, кстати. А не 30 стволей. Винтовка 64, калибр 7,62. 20 патронов. Автоматическая винтовка используется с 1964 года. Все еще активно используется и выпускается. Так. Здесь 7,62. Так, стоп. А вон какие патроны используют. Тоже 7,62. Или 5,56. 5,56. Короче, я буду с двумя стволами бегать. Так, пистолет поменяю на 7,62 потом. Ах ты ж... А, не, все нормально. Так, стоп, подождите. Патроны 5,56. Они подходят. А может я... А-а-а. Блин, точно. 7,62 патронов у меня нет. Это мы лучше вот так вот сделаем. Там кто-то стреляется. Неужели это наш капитан стреляется? Ну, он пускай дальше стреляется. Мы тут исследуем парк аттракционов. Так, проверить. На нем какие-то непонятные надписи. Добавлен в архив. Граффити на земле добавлен в архив. Так, 10 бессмысленных диаграмм. Нарисованы на вывеске черным... Черной краской. Так. Как можно уровень переключать? А, вот. Уровень даже можно переключать. Так, стоп, давай посмотрим, что у нас тут есть. Кстати, я только сейчас заметил, что я же играю как бы не за основного персонажа, то есть основной персонаж капитан, и он пошел сам, короче, воевать, и мне сам команда отдает. Так, ощущение, как будто... Я играю за бесполезного персонажа из первой части. Вот как будто за него кто-то играет, какой-то игрок, а я просто бот, который слева идем сюда. И он мне дает команду, такой, гератский. Нет, смотрите, он реально сам воюет. И я все испортил. Я реально чувствую себя ботом из первой части. Так, ладно, ты там пока посиди. Ты, наверное, вперед уже не пойдешь. Он без меня воюет. Так, чувствую себя, блин, бесполезным ботом. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Потом вернемся, поможем капитану. Не знаю, блин, а он говорил свое звание, нет? Так. Кстати, а мы можем с другой стороны зайти? Так, ладно. На этот раз карта больше. Чем предыдущие миссии. Так. Закрыто. Нам нужен ключ. Так, с этим никак не взаимодействовать. Ладно. Так, ну что ж, я тут все осмотрел. Значит, нужно вернуться к капитану. Так, у меня оружие дурацкое, пистолет. Зачем мне брать пистолет в руки, когда у меня есть автомат? И целых 150 патронов на него. Ой, блин. Я уж подумал, это капитан. Пока я ушел, его кто-то убил. Не, это же аршебито. Аршебито. Так, везде замки. Окей, сломай эту штуку. Так, повернитесь к замку, нажмите R1 и нажмите, чтобы ударить прикладом. Так вот, вот оно что. Стоп. С этим так не работает. Старый ржавый замок. Стоп. Что-то я не совсем понял. Окей, сломай эту штуку. Некоторые замки могут быть сломаны оружием. Повернитесь к замку, нажмите R1 и нажмите кружок, чтобы ударить прикладом. Так, старый ржавый замок. Так, у меня не получается прикладом ударить? Получается. Так, не всегда. А, удерживать, наверное, надо. Все, понял. Давай к следующей. Что ж, давай. Мне дадут пострелять? Или... Он сам всех убьет. Без меня. Похоже, придется лазить. Так, миссия выполнена. На самом деле, такая короткая миссия была. Так, Мамори и Цуки. Остров Аймаджима, гора Ашинари. 2 часа 24 минуты ночи. Все хорошо. Садись. Его больше нет. У тебя, случайно, нет мобильного? Мой здесь, похоже, не работает. Ясно. Думаю, придется подождать до утра. Моя мама. Она на острове. Что? Что ты сказала? Я должна спасти ее как можно быстрее. Я должна. Он сказал. Он сказал, что поможет мне, но... Постой, постой. Ты что имеешь в виду? Ты ходила в полицию? Прошу, поверь мне. Мне никто не поможет. Только ты. Так, я автосохранение, между прочим, отключил. Так, ну что ж, ладно, на этом мы завершим серию, тогда, получается. В следующей серии мы будем играть еще за одного мужика, Шу Фуджита. Он полицейский, наверное, да? Ну, это в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова